Выходим на прогулку в тени 25 градусов, на самом деле, конечно, намного жалко. Подошли мы к морю, идем в сторону Алдены, и нам надо налево от нашего поселка, здесь недалеко. Вот туда нам надо, там где здания, отели. В общем, идем, идем прямо по воде. Идем вперед, прошли сложный участок. Знаете, в чем сложность? Тут нудистский пляж, и когда идешь с дочкой, то это очень тяжело пройти их, потому что там они и семьями даже, с маленькими детьми ходят, гуляют далеко. Ну вот, мы прошли этот кусок, вот, и идем к Албени. К сожалению, этот пляж уже существует много лет. Вот, есть, конечно, приверженцы такого отдыха, но я это не понимаю, поэтому мы быстро-быстро прошли этот кусок пляжа, и подходим уже к Албени. Нам вот туда надо. Сейчас дойдем до тех зданий, и повернем налево. Дошли мы до края Албены, и сейчас поворачиваем туда, влево. Сейчас мы через отель и выйдем на дорогу асфальтированную. Помыли мы ноги перед отелем, и тут вот такой вот открывается вид. Природный заповедник здесь, с левой стороны. Вот такой природный заповедник, тут разные птички водятся. Животные. Такая ряска. Я помню, когда-то было наводнение, и лебеди плавали прямо по дороге, потому что воды очень много было, и шоссе было затоплено. Ну, а мы идем дальше смотреть зеленые насаждения. Вот такие вот вазончики. Ипомея-батат. Пеларгонии. Такая площадь. Магазинчики. И тоже цветочки подсажены. Здесь в Албене всегда более ухожено, конечно, чем в Крайне. Вот такие вот композиции. Стена каменная, урито плещом. Кизильник. Здесь очень популярный. Я один раз как-то привезла кизильник себе. Он как начал расти. Он такой сильный. И, в общем, в конце концов, я его убрала, потому что очень мощный корень. Он разросся. Я уже не знала, что с ним делать. Вот инжир. Вот здесь. Белые лавочки. Зелёные ограждения. Живые изгороди. Даже вот здесь вот вроде бы никакой функции, но стеночка красиво смотрится. Вот там дальше бассейн и пляж. Вот какая красота. Хвойная. Албена. Карта. Такая зелёная. Вот здесь очень много красивых островков. Вот таких. Всё подстрижено. Вот такие композиции. Поливают, конечно, но много чего сохнет. Вот такие стеночки. Здесь сплошь и рядом. Неправильная форма. Сюда отходим. Вот такие завитушки. Замочки. Идём дальше. Интересно, качелю оформили в цветах. Такая фотозона получается. Здесь пеларгония. Вот так оформлено кафе. Здесь зелёный такой коврик. И въезд. Тоже клумба. Паровозик. Немножко изменился. Тут более ярких цветов. Теперь серо-красный. Идём вдоль моря. Море там. А мы идём по этой улице. Дошли до следующих отелей. Сейчас будем искать поворот направо. Уже на набережную к морю. И идём уже к морю. Такие здесь широкие пляжи. Песочные. Идём вперёд. Вася к отелю. Сейчас буду показывать, что тут вокруг посажено. Решила подойти, чтобы посмотреть поближе. Вот такие стриженные формы. И трава. В основном бассейны. Вот здесь всё время ходим. Тоже мне очень нравятся вот эти вот метёлки. Но у себя я такое не могу посадить. И вот такие вот стриженные стриженные. Тойки. Массивные. Очень красиво это смотрится. Такие стеночки. Вот кусочек для любителей роз. Вот это тиши стриженные. А здесь розы. Меня все спрашивают, почему я не люблю розы. Но они всё равно вот неряшливо выглядят. Отцвели и сразу вот такие вот цветочки. Вот это всё опадает. Ну, когда в таком формате, когда их много, симпатично смотрится. А так я их не очень люблю. Потому что у меня те две розочки, ну, такие вот бордюрные, симпатичные вроде бы. Но всё время какой-то лист вот не очень красивый. Я извиняюсь, конечно, перед теми, кто любит розы. Но я к этому отношусь очень спокойно. Вот здесь, видите, такие арки сделали. От них очень много мусора. Отцветают. Всё это надо постоянно убирать. Ну, как и за всеми, конечно, растениями. Так издалека вот неплохо смотрится. Когда приглядываешься, всё это очень неаккуратно. Ну, это на мой вкус. Я не говорю, что надо всем бросить выращивать розы. Потому что есть люди, которым это очень нравится. Мы же выращиваем то, что нам нравится. Вот здесь вот такие живые изгороди. Очень популярны. Пуалбени. Вот это, наверное, падуб варегатный. Тоже смотрите, как он интересно смотрится, когда это большой-большой куст. И вот в сочетании... Ну, тут вот пропало уже. Вот тут неплохо видно. В сочетании с туйкой. Красиво смотрится. Вот здесь. Такие ещё форматы. Там тоже много роз. Сделали им такие опоры. Вот кому-то, может быть, понадобится. И видно, что им уже много-много лет. Видите, какие у них стволы. Их обрезают. И им уже много лет. Вот такие клумбочки. В общем, здесь такой розарий. И розы эти здесь растут уже очень давно. И там дальше то же самое. Здесь на штамбах такие штуки. Какие-то клены, по-моему. Вот такая аромат. Давайте здесь посмотрим. Это, видимо, территория отеля. Только здесь территория открытая и не закрытая. Вот такая скульптура. Так, это я вам показывала. Пойдём дальше. Детская площадка. Тоже такие стриженные формы. Вот что-то интересное. Что это? Я понятия не имею, что это. Но очень симпатично смотрятся такие лохматушки, которые цветут на концах. Там дети купаются. Здесь снова роза. Сейчас пройдём. Очень много таких стриженных форм. Вот это мне нравится. Когда мощно так подстрижено. Криво. Но классно. Я люблю такое. Скорее всего, что-то. Наверное, кипарисы какие-то. Вот такие вот плюшки. И вот. И вот это вот что-то цветёт. Я уже видела цветение. Только не поняла, что это. Сейчас в это время такое обильное цветение. Дальше. Это тоже клёник. Только очень мелкие листочки. Интересный сорт. Так, я тут опять пришла к какому-то бассейну. Вот здесь такие зелёные насаждения. Дальше уже не пойду. Буду возвращаться обратно. Ну, всё-таки стриженные формы привлекают внимание очень сильно. Потому что это необычно сразу становится. Вот это тисы. Ну, здесь вот такие формы. Мне нравятся вот эти крупные. Такие вот яйцевидные формы. Стрижки. Ну, вот красиво же. Вот это вот смотрится. Прикольно. Так, ну, а я возвращаюсь туда, откуда пришла. Здесь опять арочки такие. С розами. И вот, смотрите, какая стенка. Вот это тис. С кипарисовика. Розы внизу. А там еле голубые. Ой, дорожка неровная. Спотыкаюсь. Вот так здесь оформлено. Вот такая вот, типа, беседки что-то. Вот, для любителей роз. Интересное сочетание. Так, ну, мы будем сейчас отсюда выходить. Я вам покажу. Издалека увидела желтенькие розы. Привлекаются. Вот такие. Здесь спортивные площадки. Теннисные корты. Тоже внизу розы. Ну, и опять та же проблема. Сорнячок. Мы выходим опять на набережную. Пойдем еще что-то посмотрим. Кстати, проходила мимо. Яблочки. На его похоже. Или декоративные яблони. Не знаю. Это пляжи отелей. А вот это свободная зона. Видите, там. Никого нету. Можно загорать всем, кто хочет. Ничего не платить. А вот я хотела бы вам показать вот такую вот плетенку. Я помню ее уже давно. И вот так вот ее оформляют. Насаживают здесь газание. И остальные растюшки. Так, там мы были. Сейчас пойдем сюда. Это вот уже она давно здесь. Вот эта чаша плетеная. Ну, тут вот опять же не сильно ухоженная. Ну, форма такая извилистая. Из самшита. Самшита, вот видите. Если за ними не ухаживать, вот так будет выглядеть. Самшита узколистная. Вот здесь красиво. Лавочка. Вот такой изгородь из самшита и сосна. Вот такая клумба. Трава. Цветочки. Такие вот тоже скульптуры. Возончики. Тут цветные возончики. А вот что это такое. Кто подскажет. Смотрите, какие красавчики. Красавчики. Очень мне понравились. Что это такое. Дальше. Да, вот тут тоже так же стрижено. Вход на пляж. Пальмочки стоят. Ну, это то, что потом занесут на зиму. Мы идем дальше. Подходим к отелю. По-моему, он тоже пятизвездочный. Вот здесь. Вот, смотрите. Буйство красок. Трава. Кто любит. У кого есть возможность высаживать такую траву. Вот вам пример, как это смотрится, когда посажена только трава. У кого есть большая площадь, можно фантазировать, играть красками. Вот такая стеночка. Здесь у нас сосна с длинными облоками. Вот такие клумбы. Здесь все ухожено. Красиво. Видимо, садовникам хорошо платят. Бересклеты стриженные. Вот такое разнообразие цветов. Красиво. В общем, подглядываем. По возможности можно что-то у себя такое сделать. Особенно хорошо, когда есть какие-то вот такие идеи. И ты только начинаешь оформлять свой участок. То так легче. Можно нарисовать картинку. И повторить. Смотрите, какое цветение дерева. Очень красиво смотрится. Даже не знаю, что это. Конечно, южные растения нам не все известны. Вот там тоже вот что-то цветет. И здесь вот так газончик. И цветочки. Такие клумбочки небольшие. Вот так вот. В пальмочках. Хочу вот сюда подойти. Это, наверное, то же самое растение. Только оно пониже. Какое цветение красивое. Какое цветение красивое. Розовое. Вот это светло-розовое. Это вот розовее. А тут потемнее. Очень красивый кустарник. И запах есть. Вот так здесь оформлено. Вот они. Похожие на фикусы. Деревья внизу. Подбиты такой шапочкой. А вот тут вот прямо стенка из этого всего. Мы уже зашли на частную территорию, конечно. Надеюсь, что нас отсюда не выгонят. Тут тоже бассейны. Вот такие кустарники и трава. Здесь это прикольно, конечно, все смотрится. Южные растения, которые не надо никуда заносить. Не надо никуда прятать. Очень красиво. В завершении тоже клен. Такой темно-пурпурного цвета. Вот так сформирован. Вот я тоже буду формировать свой клен. Хорошо, что есть такой пример. Вот такие лазончики. Это что-то очень-очень старое. Листья большие. Похожи на клен. Но не знаю, что это. И вот такая клумбочка. Вот видите. В общем, в таких отелях можно, конечно, ходить и залипать. И смотреть без конца те насаждения. Вообще, как оформлено все. Тут люди отдыхают. Сейчас мы еще что-то посмотрим. Вот лазончики. Красивое оформление. И все ухожено. Так. Мы еще идем дальше. Вот здесь сколько всего красивого. Так. Немножко буду медленнее снимать, чтобы... Чист какой насыщенный, насыщенный зеленый цвет. Немножко буду медленнее. Клен опять же. Тут вот розочки. Ну вот эти розочки неплохо смотрятся. Маленькие. Вот это бересклеты. Вот. Там что-то такое. Вечно зеленое, скорее всего. Кустарники. Вот так. Здесь поработали. Красиво. Немножко вернусь назад. Здесь вот так. И вот трава шикардосная. Возможности здесь совершенно другие. Ну что-то можем посадить, а что-то не можем. Потому что не перезимует. Климат не подходит. Нужна влажность. Тепло. Вот она трава. Такая красивая. И то, что я видела там у нас в пятизвездочном отеле. Это розмарин. Только там он какой-то был еще интереснее. У него паникающие такие были ветки. Наверное, тоже какие-то сорта разные. Вот скорее всего это тоже розмарин. Даже хочется его потереть немножко. Вот. Да, это он. Это розмарин. И вот такая сосна. С длинными иголками. Тоже очень интересно все это выглядит. В общем. Опять есть пища для размышлений. Так. Тут дальше еще продолжается. Ну вот здесь такая композиция. Внизу можжевельник. Похож на кедр. На мой. Кто-то мне сказал, что пихта. Но не знаю. Вот. С желтыми кончиками. Наверное, туйка все-таки. И вот это пихта. Это скорее всего пихта. Смотрите, какие они интересные. Иголочки. А может что-то еще экзотичнее. Но похоже на пихту. Очень интересно. Красиво. И вот желтые, голубые. Классно смотрятся. Вот стриженные формы. Обожаю стриженные формы. Это всегда красиво. Идем дальше. Здесь повторяются пихточки. И вот это вот растение. Не стану утверждать, что это кедр. Или это лиственница. Тут низкорослые. И опять трава. Трава вот здесь. С таким окрасом. А там полосатенькая. Вот. Видите. Тоже как-то красиво все смотрится. В сочетании. Ну и есть трава вертикально растущая. А есть, я смотрю, вот она. Я не специалист по траве, но здесь вот с колосками. Вот такими вот шапочками. Все это желтыми цветами внизу. И вот есть вверх смотрит полосатая. А вот это я вижу, что оно раскидистое какое-то. И вот это вот что-то мне попадалось. Похожее. Сейчас не вспомню, как называется. Вот такое растение. Надо будет поискать его. Сейчас еще обойду эту клумбу. Тоже сосна. Немножко болеет она. Рыженькая. Вот здесь так задумано красиво. И туда красиво задумано. Вот это кизильник. Такой лежачий. Он по земле плетется. Тут вообще очень интересно. Водичка бежит. Вот по этой стенке. Вода бежит. И тут такие вот композиции. Шапочки. Сейчас я быстренько тут уже пройду. Потому что здесь повторяются. Птисы, конечно, классные у меня. Еще они маленькие. Еще пока не показали себя во всей своей красе. Но они из-за того, что у них такой зеленый, насыщенный цвет. Они, конечно, очень выигрышно смотрятся. Так, а это я напишу. У нас такое тоже продают. У меня было похоже. Но оно у меня не прижилось. Я здесь покупала. Вот я найду название и напишу. Все-таки за зиму не выдержали эти растения. Вымерзли у меня. Вот опять клён. И что еще? Там вот оформление входа. Интересное. Хочется подойти. Что-то там такое цветное. Колиусы, что ли. Да, колиусы. Скорее всего. Да, очень красиво. Вот так смотрится. Здесь галька насыпана. Такие клумбы. В общем, сегодня я не буду спать. Ну, у меня уже практически все сделано. Поэтому батат я тоже выращивала. Но в конце концов я его убрала. Он очень капризный. Поздно у нас как бы просыпается. И такой немножко болезненный. Вот цветочки. Везде капельный полив. Вот здесь. Плющ. Свисает кизильник. И вот это вот. То ли санталина, то ли... Нет, наверное, ошибаюсь. В общем, я посмотрю. Опять споткнулась. И вот это вот еще. Тоже такая трава. Так, ну я уже совсем куда-то пришла. Там еще дальше оформление есть. Вон там полянка с красивыми тоже формами стриженными. И здесь. Это все вокруг вот этого отеля. Красивого, нового. Там, где новые отели, там красивое насаждение. Ну и еще вот с этой стороны покажу. Вот все деревья привязаны. чтобы они никуда не падали, пока не приживутся. Вот везде трава. Ну и когда много места, газон. Это все красиво смотрятся деревья очень взрослые. Очень взрослые. Мы их оставили. Мы их оставили. Не стали никуда убирать. Сейчас еще вот здесь пройдемся. Вот там. Такие красивые формы. Очень большая разница, конечно, когда маленький участок, когда большой. Оформление совершенно другое. Может быть крупнее формы используется. Другие стрижки более масштабные. Вот такое еще. Есть вот такая конструкция с петуниями. Вот так. Выглядывает трава. И вот это бересклеты стриженные. Вот интересная форма. Такими домиками. Кстати, легко стричь такие домики. Не надо круглую форму придумывать. И бояться, что у тебя там не будет идеальный круг. Вот так вот домик подстрик. Крышу сделал. И очень все симпатично это смотрится. В общем, у меня тут опять залипло. Вот смотрите, как все чудесно смотрится. Конечно, когда ухожено, то оно ухожено. Совершенно по-другому все смотрится. Ну, видно, что здесь тоже какой-то график есть по стрижкам. Могут себя допустить. Вот видите, какая стрижка. С одной стороны прямо подстриг. И потом с другой стороны. А это все бересклеты. Я себе такой тоже, по-моему, высаживала дома. Кстати, он неплохо как пошел. Но потом такой мощный куст был. И я его убрала. Уже не помню, что там мне разонравился. Вот. Вот. При бегоне. Тут такие более уставшие уже клубочки. Вот эта часть еще ухоженная. Шикардосная трава. Ну, вот с этой стороны тоже стриженая форма. Вот. Когда большая площадь, конечно, проще стричь ровно. Вот. Под наклоном подстригли. Вот. Прикольно смотрится. И так вот везде. В общем, я куда-то далеко уже ушла. Сейчас пойду свою дочь найду. И будем мы отсюда, наверное, идти обратно. Потому что нам еще надо вдоль моря идти. Вот он, розмарин. Он везде здесь растет. Просто я его даже не узнала, когда тогда показывала. в первый раз вам. А вот какая листва. Тоже это все на штамбе. Вот. Шапочка такая. Вот так все это смотрится издалека. розмарин, трава, туи. Такое разнообразие. Ну что, на этом все, я думаю. Мы будем возвращаться обратно. Надеюсь, что вы опять получили порцию красоты. Ландшафтного дизайна. Вдохновляемся. Делаем у себя что-то похожее. Чтобы это было эстетично и красиво. Ну а я говорю вам. До свидания. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...